Армянские СМИ сообщили сегодня об открытии в Ереване памятника тем, кого в этой стране называют героями операции Немезис. Кто были эти люди и в чем заключался их «подвиг» в кавычках, подробно рассказывать мы сейчас не будем. Напомним лишь тем, кто, как говорится, не в лодке. После провального мятежа, поднятого в годы Первой мировой войны против своего многовекового государства и последовавшего за этим позорнейшего бегства с поля боя, армянские банды оказались в поистине глупейшем положении. Ведь развал Кавказского фронта и уход русской армии домой привел к тому, что армянские бандформирования в одночасье лишились той широкой спины, за которой можно было спрятавшись показывать примеры «доблести и героизма» в кавычках. Мародерствовать, совершать грабежи, убийства и прочее бесчинство в отношении беззащитного гражданского населения, называя все это национально-освободительной борьбой и избавлением от ига. В одном из наших видеовыпусков мы говорили, что уважение вызывают те, кто умеет достойно проигрывать. Те же, кто этого не умеет, а вымещает свою злость на флагах, лежащих на земле пленных со связанными руками, убегающих через леса и овраги детях, стариках, женщинах. Такие вояки вызывают лишь презрение. Вечная тяга к поиску виновных в своих собственных провалах, где угодно и среди кого угодно, но только не у себя и не среди своих, является визитной карточкой одного маленького, но не в меру самовлюбленного народа. Вот и в поражении в Первой мировой войне лидеры Дашнак Цутюн и католикосы всех Эчмядзинов винили кого угодно, но не себя. В их глазах и русские их предали тем, что не остались в Восточной Анатолии и лишили их той самой спины. И англичане обманули все их надежды, что не подняли свои суда на вершину горы Арарат. Ну и, разумеется, турки виноваты, что не дали себя уничтожить, а выбрали сопротивление, спасение своего государства и родины. Виноваты все, кроме них самих. Тех самых лидеров, отвергших в самом начале мировой войны, беспрецедентное предложение османского правительства о послевоенной автономии в обмен не, даже не на лояльность, а на простой нейтралитет. Предложив другое время и в какой-нибудь другой стране своим гражданам, внимание, своим гражданам, нейтралитет в военное время, не участие в войне на стороне своего государства, а просто нейтралитет. На это правительство со стороны посмотрели бы косо. А теперь представьте, до какого дна и до какой степени предательства докатилось проживавшее в восточных велоэдах Османской империи немусульманское население, что их лидерам была предложена аж автономия в обмен на простой нейтралитет. Казалось бы, что может быть лучше? Сиди себе дома, не воюй, не погибай, семечки грызи, а после войны получай на блюдечке автономию, которой никогда за столько веков не было. Ну, если не считать культурную автономию в виде существовавшей долгое время в Османской империи системы миллетов. И вдруг предложение о реальной автономии, от которой до независимости всего один шаг – в обмен, но воздержание от предательства. Предложение которой, впрочем, было отвергнуто. Да какая уж там автономия, когда в мечтах грезилось аж целое независимое государство с молочными реками и кисельными берегами. Причем на территории из шести велоетов, ни в одном из которых армянское население не составляло большинство. И что же должно было стать мусульманским населением этого самого будущего независимого армянского государства? Гадать не приходилось. Перед глазами была судьба ириванского ханства, некогда на три четверти состоявшего из мусульманского населения. Что стало с ними? Как и не раз, затем случалось в будущем, армянские лидеры предпочли выбрать журавля в небе вместо синицы в руках. Нет, ничего не напоминает из недавнего прошлого. Вот так и тогда, более ста лет назад. Не приняли тогда предложение о сохранении лояльности и воздержания от перехода на сторону другого государства, лишились последнего кәлмя. Не то, что автономии, а даже право на дальнейшее проживание. И уж не серчайте. Но правила игры, а именно Zero Sum Game, игра с нулевой суммой, при которой победитель получает всё, а проигравший ничего, были предложены и навязаны не турками, а именно взбунтовавшимися армянами, когда те принялись изгонять и истреблять неармянское население, в стремлении достичь для себя демографического большинства. И в этой игре, в игре «либо мы, либо вы, но не все мы вместе», которую начала армянская сторона. Она же и оказалась проигравшей. Проиграла, но как достойно проигрывать, так и не научилась. И принялась совершать убийства тех, кто привёл турецкий народ к победе в Восточной Анатолии. И вот этих убийц сегодня в Армении считают героями. Героями, простите, чего? Проигранной игры? Не упадите со стула, но в Армении эту кучку террористов называют «рыцарями армянской чести». Именно таково понятие «чести» в армянском обществе. Впрочем, каждой стране и каждому народу самим выбирать, кто их герои. Где-то герои – это те, кто спас для миллионов людей Родину. А где-то ещё герои – те, кто уже после своего позорнейшего поражения начинал охоту за подлинными героями противника. Будто это могло изменить окончательный итог и счёт. Да, соседушки, спасать Родину – это вам не в спину стрелять. И не флаги трусливо жечь. Для достойной победы требуется… Нет, не только тух. А кое-что ещё. Очень важное. О чём вам расскажет поправляющийся ныне после пикантного ранения полковник Гёзолян, а, пардон, Ертеген.